Сюрприз дам, беги, сюрприз дам. Беги ко мне, я тебе сюрприз дам вот тут. На ножке у Евы Брейс. Он фиксирует голень при ходьбе, чтобы смягчить падение и избежать травм. Совсем скоро малышка сможет бегать и прыгать без него. И скорее всего забудет про две операции, во время которых американский доктор исправил ей стопу. Переставил пяточные кости, сформировал щиколотку, расставил по местам все сухожилия и вытянул голень на 5 сантиметров. В природах выяснилось, что у моей малышки патология. Патология левой ножки. К сожалению, на тот момент никто мне не мог объяснить, куда обращаться, что делать. Патология настолько редкая, что врачи, не все врачи-ортопеды хорошо разбираются в этой области. Поэтому мы очень много времени потратили на поиски врача, который бы поставил нам верный диагноз. Диагноз в итоге поставили столичные врачи, но лечить отказались. Слишком много патологий на одной маленькой ножке. Тогда мама Евы принялась искать специалистов по всему миру и нашла в Америке. Доктор Пелли очень быстро и оперативно ответил, что в нашем случае нам необходимо прооперироваться до двух лет. Расписал все процедуры, расписал все необходимые операции. Нам требовалось две операции. Одна была основная по реконструкции стопы. Операция дорогая сама по себе. Плюс нужны были деньги на перелет и проживание. Около года, по прогнозам доктора. Тогда родители Евы поняли, что сами не справятся с этой бедой. Евна Мама пришла к нам с заявлением, с просьбой о помощи, чтобы мы помогли ей собрать на авиабилеты и на проживание в месте лечения. Это была клиника в США. Там Еве сделали операцию. Мы бесконечно благодарны всем людям, которые отозвались на нашу беду. Поверьте, мы прошли очень-очень сложный путь, но этого пути бы не было без всех вас. Не было бы здорового ребенка, не было бы всех этих возможностей. Я бесконечно благодарна каждому человеку, который помог нам в этой тяжелой ситуации. Семь месяцев реабилитации в аппарате, еще одна операция, два месяца в гипсе. Только после этого врачи отпустили Еву домой. Анна Рыбина, Антенна 7.